В Нагорном Карабахе с 20 по 24 июня в рамках проекта Кавказский перекресток в создании интерактивного диалога на Южном Кавказе находилась группа журналистов из разных регионов Южного Кавказа, Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Армении. Мы называем этот вид работы журналистской миссией или журналистской экспедицией. Идея состоит в том, чтобы дать возможность населению Кавказа, стран, регионов, которые живут сегодня отдельно друг от друга, разрозненно, знают так мало о том, что происходит рядом, что думают люди в соседних местах, чтобы дать им возможность больше знать, иметь возможность высказаться, иметь возможность участвовать каким-то образом в принятии решений, как-то влиять на среду, в которой они живут и, может быть, как-то менять в лучшую ситуацию. Единственный способ сделать это на таких больших пространствах и с таким большим числом людей и с закрытыми границами – это привлечь медиа. В программе «Визита» журналисты встретились с официальными лицами Карабаха, представителями МЭМПО и совершили поездки в отдаленные районы Нагорного Карабаха. Я в восторге от Карабаха. Тут очень много ушло вперед. Во-первых, сам город Степанакерт просто возрождается потихонечку. Люди хорошие, не злые люди. Я злобы в их глазах не вижу. У нас после войны, может, у нас свежая война, кубальна была, еще злые. В Степанакерте меня поразило, как вы быстро восстановились. Мне это очень понравилось, потому что Абхазия вне судьбы, несмотря на помощь, поддержку, финансовые вливания в бюджет, она не смогла так быстро восстановиться. У вас просто потрясающий процесс. У вас нет проблем, которые у нас есть сегодня с молодежью. У нас проблема преступности, у нас проблема ДТП, у нас проблема наркомании. Вот весь этот блок послевоенных проблем, он навалился на страну. Вот я смотрю, у вас просто спокойная обстановка в этом смысле. Я не знаю, чей это заслуга. Это ментальность народа. А может быть, это какие-то продуманные действия ваших властей за три дня. Я не сумела это вам понять. Организаторы проекта с ожалением заметили, что азербайджанские журналисты не смогли принять участие в этой поездке. У нас не было возможности их привезти. В смысле, на конечном итоге они сами не хотели, поскольку политическая ситуация очень острая. И они считали, что их общество там, на той стороне, может быть, не воспринимает это хорошо, если они приедут. Это, конечно, очень жаль. Я лично считаю, что это неправильно. Но, конечно, мы никого заставлять не можем. Исполнителем проекта является грузинская неправительственная организация Go Group Media. Проект осуществляется при финансовой поддержке финской организации Wikis и британским фондом по предотвращению конфликтов. Проект осуществляется при финансовой поддержке 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 финансовой поддерж